Всех приветствую! Вы на канале Валекса и на очень красивой колоде Тара Иллюминатов. Мы с вами смотрим сегодня отношения с родом. Расклад состоит из шести позиций. Никого закатывать не надо. Я буду доставать карты. Напомню, что расклад общий. Надо доставать карты и пояснять вам по позициям, что это значит. Итак, первая позиция у нас ваше отношение к роду. Ваше отношение к роду. Смотрите, по семерке жезлов очень много у вас спорных моментов присутствует в отношении с вашим родом. Здесь, знаете, мне хочется достать дополнительную карту. С кем вы спорите? С материнской веткой или с отцовской? Давайте проясним. Дело в том, что, смотрите, не отвечают с кем вы спорите. Всего скорее с обоими ветками вы спорите. Находитесь в конфликтных энергиях и из-за этого по пятерке пентаклей у вас нет ресурса. Не получается достигать те цели, которые ставятся. Нет энергии для достижения этих целей и, возможно, у кого-то может даже проигрываться потеря здоровья. Давайте смотрим вторую позицию отношения рода к вам. Итак, отношение к роду к вам. Смотрите, по пятерке мечей. Вот такая вот карта вышла по пятерке мечей. А ваш род очень болезненно воспринимает ваши такие яростные огненные энергии непринятия каких-то порядков в вашем роду, несогласованности с какими-то родственниками каких-то ситуаций. Ваш род за вами наблюдает. И знаете, вот есть такая поговорка, что посеешь, что и пожнешь. То есть здесь разговор о том, что пока, пока, до тех пор, пока вы настроены воинственно, а ваш род тоже будет к вам настроен приблизительно так же. То есть пока при всем его желании ваш род не может оказать вам поддержки ввиду того, что вы не хотите принимать многих людей из вашего рода такими, какие они есть. Давайте смотреть третью позицию, которая объясняет, в чем сила вашего рода. В чем сила вашего рода. Смотрите, тут король чаш вышел. Ваш род, особенно по отцовской ветке, силен энергиями любви. И смотрите, если меня сейчас смотрят девочки, если вы в конфликте с папой или с дедушкой или с мужчинами из вашего рода, то нужно обязательно искать варианты и точки заприкосновения, обязательно приходить к какому-то примирению. И не просто к какому-то, а к искреннему прощению старших родственников. Дело в том, что мы не имеем права осуждать наших родственников ни за что, какими бы они ни были. Потому что то, за что мы их осуждаем, мы будем отрабатывать в более усиленном варианте кармы. Понимаете? Поэтому, как только у вас наладятся отношения с родовой веткой, особенно по папе, либо с дедушкой, да, может быть по материнской, то у вас в жизни начнется любовная гармония, начнет к вам приходить. Давайте смотреть четвертую позицию. В чем слабость вашего рода? Вы знаете, карта справедливости, я уже только что об этом говорила. И по карте справедливость тут даже невозможно сказать о том, что слабость. Тут еще раз напомню, что посеешь, что и пошнешь. Тут разговор о том, что вам дадут ровно столько, сколько вы готовы дать. Понимаете? Вот о чем речь. То есть энергия, поддержка как в материальном, так и в любовном плане, так и в физическом здоровье, да, каких-то на физических планах, будет приходить к вам ровно столько, сколько вы будете давать своему роду. Своему роду можно посвящать какие-то ваши дела. Вот многие меня спрашивают, как поддержать свой род, как, что значит вложиться в свой род, да, ведь это уже люди ушедшие, которые не живут. Все, есть энергия. И какие-то добрые дела вы можете делать искренне, с радостью и с пометкой в честь вашего рода. Поверьте, ваш род будет очень этому рад и будет посылать вам, да, чаша весов будет ровновешиваться, будет посылать вам свою поддержку. Пятая у нас позиция. Какова основная задача, поставленная родом перед вами? Какова ваша основная задача, поставленная родом? Выйти из каких-то ограничений, да, помочь роду прорваться из энергии, когда люди, видите, здесь и над домом, видите, над домом тёрной тучи, и человек стоит вот связанный, да, это восемь жестов, это карта энергии ограничений. Причём ограничения, которые человек получил в виде каких-то обстоятельств, обстоятельств, а все обстоятельства, как известно, в нашей жизни, это результат нашего ранее сделанного выбора. То есть научиться правильно принимать решения, выходить из каких-то ограничивающих вас, ваши действия, убеждений и установок. Вот чем вы можете помочь своему роду. То есть помимо того, что насыщать свой род энергиями, энергиями благодарности, энергиями почитания, энергиями дел каких-то в честь вашего рода, да, ну вот, например, захотели вы помочь какому-то приюту, да, допустим, бездомных животных, отправили туда, грубо говоря, тысячу, да, и сказали, манифестировали во Вселенную и отправляют деньги в помощь бездомным животным и посвящаю это действие силе моего рода. Вот так надо делать. Последняя, шестая позиция. Что надо сделать, чтобы выполнить эту задачу, да, что вам нужно сделать, чтобы выполнить поставленную задачу. Смотрите, какая классная карта. С родом всегда так интересно работать. Это шесть чаш. Во-первых, не забывать своих предков, почитать. Ведь самое главное общение с предками это почитание, да, благодарность и, то, что я говорила, делать какие-то богочестивые поступки, посвящая их своему роду. То есть здесь род готов вас, когда вы будете о нём вспоминать, когда вы будете его благодарить, готов вас наполнять энергиями, готов вам вставать на вашу защиту и делать вашу жизнь намного лучше, намного лучше. Я очень надеюсь, что у вас срезонирует. Давайте, мне хочется ещё одну карту достать. Получится ли у вас в этой жизни оправдать ожидания, потому что карта здесь серьёзная, оправдать ожидания. Смотрите, по пятёрке Пентакли у вас, ой, простите, пятёрка Пентакли, принцесса Пентакли, смотрят всё, скорее менее, девочки и разговор о том, что когда вы осознаете свою внутреннюю ценность, свою значимость в этой жизни, здесь разговор не о том, чтобы самоутверждаться за счёт эго, здесь разговор о своей значимости, о любви к себе, о принятии себя таким человеком, умении прощать себя, о принятии себя таким человеком, какой вы есть, естественно, с желанием двигаться в лучшую сторону. Так вот, все шансы на то, чтобы выполнить вот эту задачу, выйти из ограничивающих установок, которые вот по роду приходят из поколения в поколение. Ну, давайте приведу пример. Например, бывает вот такая вот сильная установка, она идёт ещё со времён, там, я не знаю, революции, деньги зло, да, все богачи, они все рвачи. Вот, возможно, эти установки мешают вам развиваться в денежном плане, да. И вот это всё, вот эти вот ограничивающие установки, которые сидят у вас на уровне подсознания, нужно прорабатывать через медитации, через аффирмации, через благотворительность. Пусть даже маленькую, пусть даже какую-то, но главное, искренне. Пусть даже просто покормить котёнка какого-то на улице или подобрать и найти ему дом. Вот, и вы превращаетесь в ценную королеву Пентакли, которая действительно способна выполнить все задачи, которые я возложил на неё род, и у вас всё получится. Кстати, это карта богатой женщины, чего я вам искренне желаю.